С 2014 года 63-й регион станет местом проведения ежегодного международного аэрокосмического конгресса. Об этом стало известно на авиасалоне МАКС-2013. Второй день работы международного форума для самарской делегации вообще оказался продуктивным. Достигнута договоренность о создании совместного российско-украинского предприятия по обслуживанию самолета ФАН-141. Напомню, именно эту модель представляет в Жуковском в этом году завод Авиакор. В Подмосковье работает наша съемочная группа. Все подробности у Алены Алешиной. Россия и Украина в ближайшее время создадут совместное предприятие по модернизации самолета АН-140. Соответствующее соглашение было подписано Самарским авиационным заводом Авиакор, разработчикам ГП «Антонов» и Харьковским авиационным производственным предприятием на салоне МАКС-2013, который проходит в эти дни в Подмосковном Жуковском. Модификация коснется трех версий самолета – транспортной, грузовой и пассажирской. Последнюю планируют сделать более мощной и вместительной на 64 пассажира места. Сейчас любое совместное предприятие между Россией и Украиной, например, оно утверждается на уровне первых лиц государства. Поэтому этот такой вопрос очень сложный, серьезный, но который мы, я считаю, решим в ближайшее время. И это во многом поможет нам с точки зрения экономики проекта его существенно удешевить. Ну и самое главное – его очень быстро реализовать. Кроме того, «Авиакор» представил на МАКСе очередной самолет «Ан-140», который буквально через пару недель поставит военно-воздушные силы. Это пятая из 14 машин в рамках трехлетнего госзаказа для Минобороны. Отмечу, что данные машины поступят на вооружение не только ВВС, но и авиации военно-морского флота страны. Вообще на этом «МАКСе» «Авиакор» ждет новых заказов, в том числе и от зарубежных покупателей. Интерес для самарцев представляет африканско-азиатский континент. Напомним, прошлый авиасалон стал для самарских инженеров успешным. Были заключены контракты на 4,5 миллиарда рублей. Алена Лешина, Новости губернии, Подмосковный, Живовский.